здравствуйте дорогие ребята в этом видео я расскажу вам как нарисовать вот такой красивый лепесточек нашего тропического цветочка первым делом вам нужно выбрать для своего цветочка цвет вот эти тропические цветы они бывают разных оттенков то есть вы можете выбрать красный розовый желтый оранжевый вот то есть разные яркие оттенки можете выбрать для своего цветка после этого мы должны замешать 3 оттенка краски для нашего цветка например я для своего цветка выбрала вот такой оттенок и вот такой оттенок я их смешиваю у меня получается вот такая яркая краска это будет самая темная моя краска вот я немножечко ее переношу сторону капаю чуть-чуть в нее белой краски перемешиваю у меня получается средний цвет и после этого я замешиваю самый светлый цвет то есть я беру белую красочку переношу ее в эту ячеечку и капаю немножко среднего цвета перемешиваю вот вот у меня получился самый светлый цвет теперь мы начинаем работать нашим самым темным цветом и сначала прокрываем наш лепесточек внутри вот тут то есть мы сначала немножко этим цветом прокроем потом еще его чуть-чуть утемним вот я делаю вот такие мазочки аккуратненько от серединке цветка серединке лепестка кончику мы помним что мы работаем акриловыми красками которые должны полностью перекрывать бумагу вот после этого мы немножко эту краску нашу самую темную переносим в сторону и в нее чуть-чуть капаем капельку черного чуть-чуть подтемняем потому что нам нужно сделать вот тут еще тень как вот внутри нашего лепестка так после этого мы помоем кисточку промокнем салфетку и возьмем нашу среднюю краску и продолжим работать вот таким вот способом после этого мы кисточку моем промокнем салфетку и берем самую светлую краску вот эту и заканчиваем наш лепесточек вот такими аккуратными мазочками так для этого лепестка мы тоже немножко сделаем такие вот светлые кончики вот и потом нужно будет чуть-чуть размыть эту красочку с предыдущим цветом что мы для этого делаем мы опять возвращаемся к среднему цвету вот и вот эту часть я еще раз немного прокрываю вот и вот тут вот аккуратненько прокрываем вот так вот так так и я еще немножко к темному свету цвету тоже обратно чуть-чуть вернусь чтобы тут поделать плавность чуть-чуть вот тут еще добавляем немножко нашего темного цвета чтобы сделать плавненькие переходики вот вот таким способом вам нужно будет проработать лепестки у ваших цветков что касается серединочки когда вы уже все лепестки проработаете надо немножко поправить вот нам нужно будет выбрать цвет для серединки вот я советую вам взять золотой цвет или например если у вас нету золотого можно использовать также охру вот например охру немножко смешать с белым вот и также добавлять еще просто охру вот и таким оттенком проработать серединку нашего цветочка для того чтобы проработать серединку нам нужно будет тоненькая кисточка и в красочку добавляете чуть чуть больше воды чем обычно чтобы получилась тонкая красивая линия так начинаем нашу работу то есть сначала мы поработаем одним цветом вот а потом добавим немножко еще другой цвет чтобы показать тень на корешочки чтобы он был у нас более интересным так вот таким вот способом после этого я беру просто мою охру чуть-чуть потемнее краску потому что я хочу поделать вот эти корешочки вот таким способом прорабатываю все вот эти мелкие линии после чего я добавляю вот охру немножко смешанную с белой краской на кончике чтобы выделить их после того как вы это проработали нам нужно добавить капельку черного нашу охру совсем немножко то есть я чуть-чуть ее подтемняю потому что нам нужно показать тень на нашем корешке на серединочке показать тень вот так то есть я беру немножко этим цветом чуть-чуть подтемняю эту серединку вот так потом опять возвращаюсь кухре вот и продолжаю работать дальше вот и можно также этим темным цветом немножко проработать еще вот эти тоненькие элементики то есть добавить немножечко еще тени на них вот и также можно чуть-чуть еще добавить больше черного в нашу охру и немного утемнеть вот тут вот еще нашу серединку вот таким вот способом вот и теперь писточкой можно чуть-чуть размыть это пятно так после того как вы полностью закончите уже вот серединку нашего цветочка мы можем вернуться опять к самой темной краски которую вы замешивали для лепестков добавить чуть-чуть в нее больше воды и прорисовать вот такие вот детали на лепестках вот то есть прорисовываем вот такой вот красочкой детали на лепестках вот удачного вам домашнего задания вот так вот и 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 вот Продолжение следует...